Привет, друзья! В этом видео я показываю вам отели Experience, Kerasize, значит будет Parkland и будет Premier. Если получится, я разделю эти видео, если нет, то все придется показывать оба отеля в одном видео. В общем, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых моих видео. Смотрите эти видео, и тогда вы всегда будете в курсе всей полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Так, мы сейчас идем, получается, с территории Parkland на территорию Premier. Ну, первое, что я вижу, это территория, которая поддерживается в нормальном состоянии. Газоны ухоженные, политые. Каких-то таких моментов критических пока что я не вижу, но я только зашел на территорию. Так, тут у нас, кстати, получается, на территории Premier есть аквапарк. Значит, отдельно для маленьких деток. Вот он перед вами. И справа он повыше. Да, это не грандиозный какой-то аквапарк, но, тем не менее, у нас здесь есть такие средние четыре горки. Так что даже взрослые смогут покататься здесь на горках. Итак, вот наш ресепшн, ребят, холл отеля. Очень низкий такой, но он с двух уровней. Там что-то вверху есть, я не знаю, что там. И слева у нас ресепшн, там, где туристы регистрируют свое проживание. Значит, заселение 14.00, выселение 12.00. Да, совсем такой вот небольшой холл. Ну, в принципе, есть где посидеть здесь. Кондиционер работает, в принципе, температура здесь комфортная. И здесь, ну, такой какой-то ароматизатор присутствует. Такой легкий-легкий. Ну, во всяком случае, здесь пахнет, можно так сказать. Ну, в нормальном состоянии ресепшн. Да и территорию, ту, которую я увидел, тоже в нормальном состоянии. Сейчас мы пройдемся еще по территории, ребят. И постараюсь вам показать, как выглядит номер, ну и состояние территории. В общем, пойдемте пройдемся. Так, давайте глянем, что у нас сверху. Сверху у нас, ребят, бар. Я так понимаю, это наш лобби-бар. Вот так он выглядит. Ну, в принципе, стандартно. Алкогольные, безалкогольные, чай, кофе, водичка. Нормальная мебель. Да, видно, что не новая. Ну, нормальное египетское состояние мебели, ребят. Идем дальше на территорию. Вот, смотрите, значит, в принципе, видим, как садовник косит газон. Но, опять, ребят, вот сколько я не видел, сколько я не видел, даже в самых дешевых пятерках в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, то есть за зеленью следят. Очень следят. То есть, в принципе, как бы, может быть, это и не совсем такой большой показатель для отеля. Но, с другой стороны, опять, кому нравятся выгоревшие газоны. Вот. Но, видите, как бы здесь с этим порядок. Даже эконом пятерочки следят за своей территорией, особенно за ее озеленением. И тут сразу я вам хочу рассказать за пляжи этих отелей. Потому что показать у меня в этом видео пляжи не получится, из-за того, что отель, условно говоря, находится на третьей линии. Значит, у отеля есть два пляжа. Один песчаный Experience Golden Sand Beach и второй Experience Hilltop Beach Коралловый. Находятся они в Хадабе и в заливе Майя. Значит, на оба этих пляжа отель предоставляет бесплатный трансфер. Значит, трансфер курсирует по графику. Объективный график вы узнаете только во время пребывания в отеле. Расстояние до пляжей примерно около 10 километров. То есть, по продолжительности трансфер занимает около 15-25 минут. И самое главное, что на пляже есть полноценный бар и ресторан, где можно нормально покушать и не возвращаться на обед в отель. Ребят, показываю вам санузел. Смотрите, значит, вот наша косметика. Вот наш умывальник. Абсолютно чистенький фен нового образца. Ну, чистый туалет. И чистая душевая кабина. Беленькие полотеночки. Так, и вот номер делюкс, ребят. Одна большая спальная кровать, пару стулов, столик, чайный набор и балкон. Большой, просторный. Есть пластиковые стулья и столик. И вот вид из балкона на территорию отеля. Премьер, премьер, ребят, еще раз. Значит, вот это и вся территория, в принципе, отеля. Большой бассейн с подогревом в зимний период. Ну и смотрите, как выглядит территория отеля Премьер. Она получается достаточно такая компактная. Слева у нас там аквапарк. Дальше я вам все в этом видео покажу. Так, ух ты, смотрите, какого чудика сделали из полотенец. Кстати, пункт выдачи и обмена полотенец. Полотенечко красивое, голубенькое. Свеженькие. Так, ребят, и большая ошибочка у меня. Значит, смотрите, не 4 горки, а 5 горок даже. И этот аквапарк подогревается зимой. Нам так сказали в отеле. Есть шезлонги, зонтики. Ну, стандартно, ребят, душевая, чтобы обмыться. Шезлонги, ну, видно, что в возрасте, ну, в принципе, ничего. Более-менее нормально. В общем, кстати, это первый аквапарк. Ну, как бы аквапарк. Видите, здесь 5 горок, которые подогреваются в зимний период. Вообще, вот отели с большими аквапарками, аквапарки там не подогреваются, потому что это нереально подогреть, особенно зимой. А здесь, в Экспириенсе, зимой 5 горок с подогревом. Ну, ребят, это нереальный, жирный, отличный показатель для отеля. В принципе, из эконом-сегмента. А это у нас детский, условно говоря, аквапарк, ребята. И он тоже подогревается в зимний период времени. В общем, отель эконом, но о туристах заботится. А вот Шезлонги, смотрите, вот в таком они состоянии. Ну, ладно, давайте закроем на это глаза. Так, дальше идем на территорию Паркленда. Паркленд немножко идет выше по стоимости. Потому что в нем, как бы, концепция ультра все включено. Ребят, это не означает, что у вас там будет алкоголь импортный. Это означает, что там, типа, оно круглосуточное. Но, опять-таки, существенно чего-то ожидать от этого не стоит. Потому что это не Турция, это Египет, ребят. И в Турции даже концепция ультра, иногда это только название ультра. Не говоря уже про Египет. Но, значит, гости Паркленда могут гулять, ну, в принципе, пользоваться всей инфраструктурой. В том числе и премьера. А вот премьер может пользоваться только инфраструктурой своего отеля. Собственно говоря, вот там бассейн, я вам показывал из номера. Ну, горками, да. Они пользуются одинаково. И пляжем они пользуются одинаково. Значит, на территорию Паркленда гости могут заходить из премьера. Но пользоваться инфраструктурой им нельзя в Паркленде. В общем, пойдемте посмотрим, как выглядит Паркленд. Да, ребят, смотрите. Здесь есть еще кинотеатр в отеле. Но раньше, вообще, когда туристов я сюда отправлял, то они говорили, что фильмов на русском языке здесь не было. В общем, если вы отдыхали в этом отеле и пытались посмотреть фильм в кинотеатре, напишите, пожалуйста, в комментариях, что там были за фильмы и на каком языке они транслировались. Итак, вот у нас уже холл отеля Кирозейс, Experience Кирозейс Паркленд. Это у нас с правой стороны находится ресепшн. Он просторнее, он повыше, он красивее. Ну, в общем, отличия есть. Кондиционер работает, температура приятная. Легкая какая-то ароматизация воздуха. И слева у нас от входа в холл у нас есть такой вот бар. В принципе, стандартно. Алкогольные и безалкогольные напитки, чай, кофе, пиво. Так, давайте сейчас посмотрим, скорее всего, номер, а потом, возможно, у нас получится чуть-чуть пройтись по территории. Так, ребят, санузел в номере стандарт Experience Parkland. Ну, чистый умывальник, косметика, маленькие зеркала, подсветочка работает. А вот где наш фен? Фен, наверное, где-то в ящичке. Ладно, туалет и такая душевая кабина. Тоже все чистенько, имеется в виду, ржавчины особо нигде не увидел. И полотенечко. Так, и вот наши тапочки дальше. И сам номер. Одна большая кровать, справа плазма, пара стулов, столик. И вот наша терраса. На террасе хорошие такие кресла большие. И вид на территорию отеля. Так, ну что, территория Паркланда. Опять зеленые ухоженные газоны, красивые кустики, пальмы. Вот у нас слева большой бассейн. Тут у нас есть бар возле бассейна. Есть какая-то сцена, ребят. Видимо, тут какая-то анимация проводится. Дальше у нас там еще есть бассейн туда, вглубь отеля. Ну, подогревается, по-моему, только этот один бассейн. Значит, что у нас по шезлонгам. Шезлонги в таком же самом состоянии, как и в премьере. Ну, собственно говоря, терпимо, ребят. Терпимо это не самые критические показатели. Главное, что он целый и более-менее нормальный. Этих матрасов мягких нет. Глубина этого основного бассейна, значит, в этой части 144 сантиметра, на 3 метра дальше 154 сантиметра. В общем, ребят, смотрите. По всей территории ходить, естественно, мы не будем. Времени на это много нет. Она либо ухоженная, либо неухоженная. С первого взгляда сразу все видно. То, что я увидел, все ухоженно. Видите, какие зеленые газоны. Ну, и подстрижено все, пальмочки, все красиво. Ну, за всю эту зелень я вам уже рассказывал. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.